В пятницу, 13 ноября, на базе школы нашего города стартовал второй этап республиканских школьных олимпиад. Так называемые городские олимпиады пройдут по 16 предметам, и участие в них примут многие школьники и гимназисты нашего города. Во втором этапе принимают участие более тысячи учащихся учреждений общего среднего образования, то есть гимназии, школы, лицеи и также колледжи нашего города. Городские олимпиады будут проходить в течение нескольких дней до 5 декабря. 13 ноября в первый день стартовали испытания по белорусскому языку и литературе на базе средней школы номер 8. Испытания по русскому и белорусскому языку комплексны и включают в себя как задания по фонетике и морфологии, так и по литературе. В пятницу и в субботу состоялись олимпиады уже по четырем учебным предметам. В пятницу и в субботу по белорусскому языку и литературе, в субботу по математике, химии, а также по учебным предметам всемирной истории и истории Беларуси. Проходят они по пятницам, субботам и по четыре олимпиады в каждую субботу. То есть 16 учебных предметов будет охвачено олимпиадами. Доставляются задания представителями отдела образования и в присутствии учащихся вскрываются конверты. После чего юношам и девушкам раздают задания и школьники приступают к их выполнению. В этом году особенность имеют олимпиады по всемирной истории и истории Беларуси. Отличие в этом году у нас олимпиады по всемирной истории и истории Беларуси в том, что детям предлагается еще мультимедийный тест, который рассчитан на один час. Самой массовой олимпиадой традиционно считается олимпиада по математике. В ней примут участие 170 человек. Школьники, которые покажут лучшие результаты на городских олимпиадах, получат право принять участие уже в третьем этапе республиканских олимпиад – областных испытаниях.